Шумбрат Раф 20 августа в Николаевском районе в Баевской средней школе прошел круглый стол, посвященный этому юбилею. Его участники поделились методиками реализации этнокультурного мордовского компонента в образовательных организациях. После круглого стола все гости могли посетить фестиваль «Симбирская земля. Народов. Дружная семья», посвященный Году семьи. 20 августа на базе муниципального образовательного учреждения Баевской средней школы муниципального образования Николаевский район Ульяновской области прошел фестиваль «Симбирская земля. Народов. Дружная семья» в рамках празднования 170-летия со дня рождения Афгсинтии Филипповича Юртова. Сделалось устрогательной и радостной встречи гостей. Сейчас я попрошу всех встать. Затем каждый посетитель отправился в интересные экскурсии по уникальным выставкам. Выставка декоративно-прикладного творчества, этнокультурная ассортия, этническая мозаика России. Затем гости были приглашены за круглый стол по вопросу изучения родного ирзианского языка, истории и культуры мордовского народа. Педагогические работники поделились с присутствующими методиками реализации этнокультурного мордовского компонента в своих организациях. Председатель общественной организации «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» Сафонов Владимир Анатольевич поприветствовал собравшихся и вручил педагогам благодарственные письма от организации за плодотворную работу по сохранению традиций мордовского народа на территории региона. По итогам круглого стола было принято решение продолжить работу по сохранению языка и культуры мордовского народа. По завершении круглого стола все гости посетили фестиваль «Симбирская земля. Народов. Дружная семья». Ну а подробнее о мероприятии и его итогах мы попросим рассказать нашего сегодняшнего гостя. Начальник управления образования и воспитания Николаевского района Владимир Мурзаев. Здравствуйте, Владимир Викторович. Шумбратода, ялгат. Здравствуйте. Владимир Викторович, ваше мероприятие, которое прошло 20 августа в Николаевском районе, было очень насыщенно, ярко. И концертная программа, и выставки. Пожалуйста, расскажите поподробнее. Да, действительно, 20 августа на базе нашей Баевской средней школы состоялось мероприятие, на которое мы пригласили Владимира Анатольевича Сафонова, председателя мордовской автономии. Были у нас гости с других районов. Это Барышевский район, Кузоватовский, Паловский район. И образовательная организация нашего района, которая реализует мордовский компонент в образовании. Ну, тут встреча гостей получилась замечательная. Встречали с песнями, с танцами. Потом гости имели возможность посетить нашу выставку, где представлена была работа наших педагогов. Это из дерева, мордовские куклы. Но потом уже начался круглый стол, на котором обсуждались вопросы реализации этнокультурного компонента в образовательных организациях. Каждый район рассказал, как он реализует свой этнокультурный компонент. У кого-то это уроками, кружками, внеурочной деятельности. И поэтому мы обсуждали этот вопрос, как лучше нам это самим все сделать. Потому что мы хорошо с вами понимаем, что мордовский язык наш родной язык. И забывать его ни в коем случае нельзя. По окончании круглого стола все гости имели возможность посетить фестиваль «Симбирская земля. Народов. Дружная семья». На который Владимир Анатольевич Сафонов наградил наши семьи благодарственные письма. Те семьи, которые не забывают, любят свой родной мордовский язык. Каждая семья рассказала о своих семейных реликвиях, о своих обычаях, пели песни, танцевали. Все было очень красиво и замечательно. Я надеюсь, что данное мероприятие у нас будет ежегодным. Какая работа по сохранению языка и культурного наследия проводится именно в вашем районе? И как вы решили после круглого стола продолжить эту работу? Да, спасибо, замечательный вопрос. Действительно, эта работа очень трудная, кропотливая, но очень необходимая. У нас есть несколько школ, которые реализуют этот культурный компонент. Допустим, на базе школы Баевской, которым проходил фестиваль, у нас мордовский язык изучается как язык, как предмет в первых и девятых классах. Плюс здесь еще открыто два кружка. Кроме того, у нас как язык изучается в Давыдовской средней школе. Там тоже имеется кружок. А такие школы, как Дубровская, там пока в настоящее время изучаются на уроках внеурочной деятельности. Но мы постараемся все-таки, чтобы здесь тоже преподавался мордовский язык как предмет. Как я и говорил Владимиру Анатольевичу, мы будем продолжать работу в этом направлении. У нас на базе Николаевской школы открывается третий уже кружок по мордовскому языку, что тоже немаловажно. Все-таки школа большая, и там есть около более ста детей, которые мордовской национальности. Ну и эта работа у нас, конечно же, она не только на уроках. Но и наши дети принимают участие в различных мероприятиях. Такие как этнографический диктант, диктант на ирзианском языке, на макшанском языке. Я сам непосредственно принимаю здесь участие. Очень интересно, очень познавательно. Кроме того, наши дети принимают участие в фестивале народов по Волжу, становятся победителями. И что немаловажно, мы принимаем участие в Олимпиаде по мордовскому языку, где наши дети ежегодно становятся победителями и призерами. А в этом году на межрегиональной Олимпиаде по мордовскому языку наша девочка из Баевской школы стала победителем. А я напоминаю, что у нас в гостях был начальник управления образования и воспитания Николаевского района Владимир Викторович Мурзаев. В нашей студии сегодня еще один гость. Вернее, гостья. Я бы представила ее так. Елена Алькина не просто учитель Николаевской средней школы. А вот что именно скрывается за этими «непросто» мы сейчас постараемся вам рассказать, дорогие зрители. Здравствуйте, Елена. Шумбратадо. Шумбратадо. Вечкивекс оят ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья. Елена, вы не простой школьный преподаватель. Вы еще ведете занятия по изучению мордовской культуры, мордовского ирзианского языка, пишете с детьми исследовательские проекты на эту тему. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Немного расскажу о себе. Я учитель-методист, учитель-педагог. Работаю в Николаевской средней школе учителем начальных классов. Стаж педагогический мой составляет 36 лет. Я участвую во многих конкурсах. Я являюсь победителем конкурса «Лучший учитель родного языка». Победила на муниципальном уровне и региональном уровне. В городе Москва в 2021 году состоялся всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского языка, где я стала победителем номинации «Педагог-мастер». В педагогику я пришла по стопам моего отца. Мой отец Чичин Василий Николаевич отдал своей работе в школе более 40 лет. Работая в Боевской средней школе директором, он открыл школьный музей, в котором экспонаты были, мордовские элементы, мордовского быта. Он самый первый в Николаевском районе ввел в учебный план своей школы уроки родного рязанского языка. Поэтому я тоже очень хочу работать по направлению в деле сохранения культуры мордовского народа. В нашей школе внеурочные занятия по мордовскому языку я начала в 2002 году. И вот более 20 лет я руковожу кружгом по Егине, который я так сама назвала. Елена, вы в своем кружке, я знаю, что вы ставите, делаете постановки русских сказок, но русские сказки нужно переводить. Расскажите, пожалуйста, как вы это делаете? История переделок или переводов русских народных сказок уходит в далекий 2003 год, когда мы с моей коллегой, с моим наставником, это замечательный педагог родного языка Попова Людмила Григорьевна. Мы с ней были в Саранске на курсах повышения квалификации учителя родного языка, и мы с ней перевели русскую народную сказку «Колобок сюкурне». Я даже сочинила песенку этого колобка сюкурне. «Мон сюкурне сюкурне», «Вирга-вирга кевердян», «Мездияк монапелян». И эту инсценировку мы используем до сих пор. Показываем с каждым набором моего кружка, то есть с детьми. Мы всегда ставим эту сказку, показываем на концертах и фестивалях. Все-таки самое важное для детей – это исследовательская деятельность. Мои дети с удовольствием участвуют в разработках проектов. Мы выполнили очень много проектов. Начиная с 2014 года мы с детьми разрабатываем проекты на разнообразные темы. Например, участвовали в зональном и муниципальном туре исследовательских проектов «Малая академия». Мы разрабатывали проект, который называется «Мифы и легенды мордовского народа». Также дети принимали участие в разработке проекта, который называется «Национальный костюм и национальная кукла». Мы участвовали в фестивале, который называется «Симбирско-Ульяновский край. Радуга над Волгой». Там мои дети показывали проект, который называется «Песенные жанры мордовского народа. Колыбельные». И, конечно, самый замечательный проект, который назывался «Песенные жанры мордовского народа» – это «Чистушки». Я немного остановлюсь на истории, идее этого проекта. Я сама частушечница. Мне передалось это от мамы, потому что моя мама очень любила петь. Она привела мне любовь к народным песням. Мы с ней очень много частушек пели, исполняли на родном языке песен. А папа у меня был балалайшник. Он играл на балалайке, а мы с мамой пели. И у нас были очень дивные вечера, посвященные национальным нашим песням. И когда я детям рассказала о том, что я люблю частушки, то они заинтересовались этим. Они попросили меня спеть частушку. Можно я исполню частушку? Конечно. Мы тоже вас попросим об этом. И самая любимая частушка моей мамы. «Первые молян ловантинь, мели ашиковантинь, Односомусь кадемим, молян прокурорантинь». Ну и такие народные песни, как «Сам сам лелей», «Вирев молян». Мы вот такие песни пели. И дети, заинтересовавшись частушками, захотели выехать в Мордовское село, чтобы послушать воочию носителей языка, послушать, как исполняют в селах частушки и историю развития этого жанра. Поэтому у одной девочки, это Лера Батина, она выехала к бабушке в Дубровку и попросила бабушку исполнить частушки, старинные частушки на мордовском языке. А бабушка пригласила свою соседку, и они записали несколько частушек на мордовском языке. Это видео есть у меня как раз в этом проекте, когда девочка защищала свой проект. И она решила выучить сама частушку. Потом они сняли новое видео, где она с бабушкой исполняет эти мордовские частушки. У нас еще есть один замечательный проект, тоже песенные жанры мордовского народа, только колыбельные. Это групповой проект. Участвовали в этом проекте четыре девочки. Они захотели узнать, а есть ли колыбельные на мордовском языке. Мы готовились к этому проекту очень тщательно. Разработали проект в плане того, что у нас тоже была практическая часть, в которой девочки сами исполняли при помощи кукол. У них в руках были куклы в национальных мордовских костюмах. И они исполнили вживую красивые мордовские колыбельные. Этот проект мы показывали как раз на фестивале «Симбирско-Ульяновский край. Радуга над Волгой». Мы тоже заняли призовое место. И прямо немножечко остановлюсь на проекте. Мордовский национальный костюм женский и национальная кукла. В этом проекте моя девочка Соня Рябова защищала проект «Мордовская кукла. Мастер-класс». Она тут же готовила эту куклу и показывала, как можно приготовить куклу из подручных материалов. И у нее получилась кукла. Назвала она мордовским именем Олда. Этот проект тоже у нас на муниципальном уровне занял первое место. Елена, конечно, Ваша работа с детьми очень благотворна и многогранна. Но я знаю, что Вы и сами очень творческий человек. Вы пишете стихи, переводите песни. И даже, наверное, и свои песни есть. Расскажите немножко об этом. Да, я очень люблю переводить с русского текста на мордовский язык различные песни. Первую песню, которую я перевела, это была песня «Эх, мордовочка моя» группы «Садко». Когда дети выступали в хоре на заключительном концерте, нам нужна была общая песня. Я предложила с детьми исполнить хором вот эту песню. Там был русский текст, и я решила придумать куплет на мордовском языке. И вот так у меня получилось. ПЕСНЯ Код для мордовского народа особенный. Мы празднуем 170-летие со дня рождения Юртова Аксентия Филипповича. И я знаю, что Вы сочинили стихотворение на эту тему. Аксентий Филиппович Юртов пробуждал интерес к живому печатному слову. Поэтому он пропагандировал ценность родного языка и национальной культуры. Меня так впечатлила деятельность Аксентия Филипповича Юртова, что я решила написать про него стихотворение. Называется это стихотворение «Аксентий Юртов просветитель» или «Превспутытя Юртов». Можно я прочитаю? Минник превспутытя Юртов. Ламу випексон зупутавт. Тонафтытя. Тюрмадытя. Эльзень келеньсон судытя. Эльзякс букварень гладизя. Мазыкскеллен эктеизи. Тирень кельсакур татану. Весю сюк пряёв татану. А в Ксентий Юртов просветитель. Мордовской школы он учитель. Монах, этнограф и учёный. Педагог он был почётный. Мы, наследники Ельзяне, будем вечно благодарны. Юртову от всей Мордвы все спасибо, скажем мы. Елена, ну что, нам, наверное, осталось просто подвести немного итоги и рассказать о ваших планах. Пожалуйста. Мы продолжаем работать. Мои воспитанники также продолжают выступать на различных фестивалях с инсценировками, с постановками. Мне хочется и дальше выступать, показывать творчество моих детей, своё творчество. Но для этого, конечно, необходимо ещё нам пополнить нашу костюмерную. Хочется приобрести костюм для себя. Потому что вот в этом костюме, в котором сейчас я нахожусь в студии, этот костюм мне предоставила Баевская средняя школа. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Они меня всегда вручают. Но хочется, конечно, и свой костюм. Поэтому в этом году я участвовала в проекте совместно с администрацией «Мой Николаевский район». Это конкурс в целях предоставления гранта в форме субсидий. И проект стал победителем. Мы выиграли грант. Проект назывался «Тирень келесь народонь ойме» – «Родной язык, душа народа». Нам выделили 205 тысяч. Я надеюсь, что мы приобретём и детские костюмы ещё, пополним свою костюмерную. И для меня приобретём настоящий мордовский костюм. И будем продолжать прославлять мордовский народ. Дорогие зрители, а я напоминаю, что у нас в гостях сегодня творческий человек, педагог Елена Алькина. Учитель Николаевской средней школы. До свидания, Елена. Всюк прият, Татьяна. Вас, Томазанок. Дорогие друзья, наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что программа «Шумбрат Раф» транслируется на канале «Репортер 73» по субботам и воскресеньям. Ну, а в записи программу всегда можно посмотреть на сайте www.reporter73.tv До свидания. Вас, Томазанок.